как вы там александр карта да конечно вас только на наоборот свет сзади светит сделайте чтобы лицо начало ну маленького так получше того ну слушаю как вы там по милости божией готовим сейчас церковь эти вещи во христу и гнать я полную церковь я два вопроса и гнать по поводу экзорцизма вот то что там ну хотя бы дать маленькое направление мне как как осмысливать все это действие что духи там они там наклоняются батюшки кресты уже там выбегают но вот вот этот такой момент маленький а вас как оно касается это меня никак не касается не трогай отойди все я понял и они иногда делают то чего нельзя делать даже у меня знакомый один и не просто знакомый а герой веры он был начальник радиостанции урокосовского всю войну прошел коммунист а потом обратился на обратился и стал свидетельствовать везде говорить но его арестовали и приговорили к расстрелу устинов александр иванович ну а потом когда сталин то умер его освободили освободили и вот он стоит храме молитвенник такой и одна бесноватая вот экзорцизм никогда этого слова не было было изгнание демонов и вот когда стали на кануне крещения таги асма называется великая вода подавать то она как закричит но бесновато они орут сильно то а я горит сзади стою и про себя говорю ну раз ты демон боишься выйди из нее а есть стали давать воду то она орет не надо не надо а потом как она маленько отпустит она за стакан уцепилась давай чтобы скорее выпить святая вода что-то значит а когда кончили молиться она подошла ему выговорит александр иванович ты разговариваешь выйдет а он не выйдет он тебя нисколько не боится она стояла задом глупая женщина вроде бы и она знает он не изгонял ничего просто он крепкий молитвенник такой и про себя думаю раз боишься то выйди из нее она ему эти слова тоже пересказала это тайна тайна которая не каждому поддается у иоанна златоуста был друг монах стагири и звать его это первый том творения она златоуста он был каким-то губернаторским почти сыном княжеским большой щин то но потом обратился и он хороший был спокойный а утром встал монахи когда вставали то и он забесновался стал прыгать падать пена из него идет он испугался что-то он рассказывает говорит я как когда лежал спал горит рот открылся и в это время вижу вот большая черная свинья в меня залезла но и он-то златоус его друг а ян златоус особая молитвы составил на изгнание бесов на крещение читается и у него друзья то на вершинах гор живут монахи то везде его водили абсолютно бесполезно никто не мог изгнать и тогда ян златоус пишет я сейчас точно не знаю но не меньше двух-трех слов слова к монаху стагири это промысл божий ты терпи и награда за это будет это больше чем у тебя глаз заболел там или еще что-то это душу терзает сатана а отец стал роптать вот когда мой сын то был в университете учился должен занимал был нормально а пошел к вам верующим смотри чего с ним сделал отец-то не верующий то иоанн златоус все это объясняет объясняет это наш путь бог так проложил я изгонять не могу меня это батюшка мой тоже никогда не берется я видел те которые этим болеют я и могу посоветовать посмотрите каким путем это шло и когда он вошел у меня были знакомые ну знакомые в храме он стоит все время что-то ухо там крестит анатолий звать я его пригласил домой мы побеседовали я говорю у тебя давно это но опять это когда он а я жене изменял и во время блуда вошел меня это дух во время блуда и он это знает другая в церкви она сильно кричала небольшая маленькая сухонько старая старушонка то но кончилась и я решил ее записать на магнитофон тогда еще магнитофоны были то она учительница но любила наряды всякие и у нее большой шкаф она шкаф залезла там перебирать платье то и он в нее вошел там и она из шкафа не может вылезти родственники приехали там когда к ней дня с два-три на три дня три сидела в шкафу она стучится другую стенку то сюда на и не допускает и теперь она пришла в храм теперь она молится плащет и все так что говорит дело такое темное не дай бог конечно надо все время молиться и избави нас от лукавого мы живой помощи считаем и нам нужно не бороться с ним сатаной а побеждать римлянам 16 глава 20 стих запиши римлянам 16 20 и соскрушить сатану под ноги ваши вскоре вскоре если мы надеемся на бога а гнев вот допустим человек да я да я да я вот это демон гнева у другого демон блуда он нормальный все но он везде глазки строит к чужой клине подбивает там это демон блуда или она вот там начинает секс-модель какая-то там и проще это демон блуда а мы думаем бесноват это когда упал и и так мы видим что вот у паисия ученик в городе торговала обратно шел когда и на пути с ним встретился евреи а юноша это простоин слушал до горит еще монах он говорит да и ты признаешь что христос это мессия бог он гряда а это не так говорит мессия придет вот мы ожидаем евреи храм построим ему это не было не мессия не настоящий может быть и так когда вернулся паисий его в упор не видит уже второй третий день он учитель что случилось я твой ученик у них кто ты такой ну и начал его я тебя не знаю даже глаза не видал такого да как не видел я же твой ученик город мы тут сплели корзинки я продавал я вижу отступника ты дорогой с кем разговаривал ни с кем не разговаривал ну дорогой когда шел кто с тобой на дороге шел ну еврей и о чем вы говорили но я молчал а он говорил о чем он говорил то он тебе сказал что христос это не настоящий был мессия да а ты ему ответил что может быть так ну да так это полное отступление проще отсюда и все и он заплакал и ну-ка давай молиться стали молиться него и изо рта пошел такой дым как из доменной печи а он шел нормально нигде ничего не проявлялась но дух уже вошел изгоняют ты иногда из тех которых может быть и не такой сильный демон а бывает такой сильно никто не может его взять и он прямо говорит именами их называют вот я слышал у нас от население было не нашим на карповке и там боди какой-то дедушка сильно молился то они в ней двое были у нее прям желваками ходит так пузырями в животе они там это ой держись горит этот степка то идет но кулька держись теперь он нам жару задаст вот так но если боишься так выйди из нее а куда выйти а он стоит так это жития святых описывает он стоит рот раскрыл как памба горит лезь в меня без заорал и выскочил и больше никогда не вернулся он стоит перед ним который изгоняет и рот раскрыл лезь в меня а у него изо рта пламя огненного духа святого и демон испугался это не один раз такое было изгоняют не просто вот я начинаю говорить и там начиная там и паспорта а тут был новиков отец василий да там изгонял то другое ну я посмотрел как нет душа моя как-то по-другому настроена у меня опыта никакого нет здесь но я знаю надо бороться чтобы он не подошел в двери подходишь выходишь всегда перекрестись утром и скажи отрекаясь от сатаны и всех дела его всей гордыни у всех ангелов его и смело иди никого не бойся это прикрещение этой слова считаются вот и все экзорцизм придумали еще начинает реинкарнация там этот переселя ничего нет 928 послание к евреям вся реинкарнация всем на прижить единожды умереть потом суд единожды не два раза то я в корову превращусь умру потом червяка в карася порося это все выдумка один раз живем один раз умираем и душа ждет суда божия я понял игнотично понравились ваши беседы с юрием с америки особенно там последнее понравилось на хорошие такие насыщенные благотворные а вот последняя и на готовимся к благовестию по благословению патриарха не видел но я не я нету нет а последний увидел когда вы спросили а как ну я просто по как ваши братья относятся к нашим с вами он хорошо ответил я хочу быть свободным во христе говорит но братья по-разному это относится кто одобряет кто не одобряет ну да так кстати еще сразу вопрос такой 50-й псалом безвестное и тайное премудрости твоей явил миссии а христе идет речь ты по-русски прочитай еще там написано по-русски но у меня там псалтыри но неизвестное и тайное я не запутываю считать какой стих салон 50 стих какой 4 или 5 стиль но давай посмотрим что вот внимательно если смотреть салон 50 до сейчас внимательно считаем 50 и вот многократно мой меня от беззакония моего от греха моего очисти меня и до беззакония я сознаю и грех мой всегда передо мною еще тут такого не сейчас другой это не сейчас я сейчас бабушка на русском языке принесет псалты я просто по-старославянски вот сейчас я подожил 1 час володя и закройте ну вот я прочитал четвертый и пятый сейчас посмотрю давай но какой ассалон неведомые неведомые тайны премудрости твоей явил мне вот так где это в каком месте 9 9 стих 50-го псалма неведомые тайны премудрости твоей явил мне так ты что считаешь то какой псалом 50 до 50 не то это 9 окропи меня и сопом и будущее самой меня будут бред снега чуть-чуть может тогда пониже но у меня восьмой и вот знаю в беззакониях зачат я и во грехах родила меня мать моя так знаю истину ты возлюбил неведомые тайны премудрости твоей явил мне что у тебя в библии кто я издал вот псалтын псалтын кто издал сейчас посмотрю сейчас подождите перевод на церковнославянском языке на русский православный святотихоновский гуманитарный университет оставь их я тебе не советую это нет у нас единственный что я полное доверие имею так синодальному изданию больше мне это не показывает даже книгу слушай внимательно вот ты возлюбил истину в сердце к богу обращается и внутрь меня явил мне мудрость все ничего тут этого нет и толковать нечего он мне я возле ты господи возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость бог и раз я молюсь он мне дал мудрость и толковать не еще а тут лишь как запутано это нет эти переводчики никуда не годятся никогда даже если не советую тебе на полочку поставь ее патриаршие здания помечу себе так на русский синодальный перевод найти только вот только написано синодальный перевод посмотри 1876 год я вижу что в 50-м псалме этого нет что ты считаешь а я понял я понял на зачем я буду толковать чего нету а вот это истолковано так есть такое дело так я понял по этому вопросу библию так и еще один маленький вопрос и послание петра вы сейчас она принесет библию где он говорит вы род избранный народ святой царственное священство ну да и когда не народ они это о ком идет речь о евреях или мы тоже можем себя отнести к этому делу конечно мы и если избранное теперь теперь же мы подчиняемся теперь не по чину аарона по чину мальхисадека христос все я тогда этот тоже вопрос понял это мы священники бога всевышнего все какие мы приносим жертвы духовное хвалебное воздеяние рук как жертву вечерние благоухание приятное мы молимся воздымая руки наша жертва и мы цари одновременно названы царями а где это известно откровение 1 глава 5 10 стих и 5 10 откровения сейчас на посмотреть подожди ка сейчас мы глянем откровение вот посмотрят посмотрим да вот посмотри 1 глава 1 глава так подожди к подожди 1 свидетелян церквам семей духа 6 стих и садилов шум у нас царями и священниками богу и отцу своему 1 глава 6 стих 6 стих и одновременно 5 глава и 10 стих 5 глава 10 откровение откровение и садил нас царями и священниками богу ты даже не знаешь что ты царь ты должен царствовать над грехом побеждать его над грехом а освященники потому что мы возносим благоприятную богу жертву хвалы но кроме того если отдельный род священство как в израильском народе тоже исход 19 6 называли весь народ израильский священниками но отдельно было колено посвященное на служение приносить жертву так и здесь рукоположенные освященники на это никто не должен дерзать кроме тех кому положено все я понял это тоже вопрос я понял и на тихо вот такая у меня библия вот вы видите вам нет не вижу что боком повернул поверни перед к этим вот я вижу теперь открой первую страницу первую посмотри издание ну-ка на не вот попадаешь вот и на смотри на на глазок как глазку поднеси поближе как глазку подальше так стоп останови а что-то все осветило ничего не видать ну ладно о стой так и маленько на себя еще но еще еще назад маленько вроде плохо видно не видно еще не видно я прочитаю давай считай при подготовке настоящего издания текст синодального перевода 1876 года вот это и есть основа с еврейским текстом ветхого завета так а ну-ка по порядку на 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 вскидку так открой где-нибудь прочитай прочитай новый завет ветхий я послушаю и скажу тебе настоящее меня и пророки вала конец засыпи 3 царств 18 глава давай считай о прошествии многих дней было слово господник или третий год пойди и покажись ахалу я дам больше 1 все это синодальное издание теперь новый завет открывай любой стих там открою я послушаю давай 12 глава спора субботе то время проходил и субботу засеянными полями ученики же его взалкали и начали срывать колоссе и есть фарисеи увидев это сказали ему вот ученики твои дела не надо не надо все это настоящее вот это держи в руках это синодальное это были переводчики высочайшего класса каких сегодня вообще нету никто их и не знает таких вот это евангелие от матфея переводил герасим петрович павский составляешь учебники для еврейских школ на еврейском языке воспитатель царских детей профессор духовной академии я слышал вы там с александром менем там спрашиваю да вы что я это сравниться не могу да он еврей физические знания это берутся сами не знаю зачем это надо это только тот перевод могут брать те кто наизусть ничего не знает им разницы нет какая да я понял генантин так слушаю ну а так вот такие мелкие чуть-чуть так насобирались вопросы вот у нас так жизнь ну у нас веерное отключение сейчас ну господь уже так это самое там ничего не прекращается боевые действия идут идут ну в общем все в напряженном состоянии сейчас четвертая стадия мобилизации ожидается у нас ну как бы уже три было и сейчас последняя четвертая ну в общем и сейчас я телевизор включил и там опрос идет скажите а стало ли вам лучше жить ну журналисты опрашивают все говорят нет ничего не настало все хуже и хуже коррупция как было так и осталось это в киеве в киеве опрос был ну вот такая ситуация мы о вас молимся все время помним вас я тоже о вас молюсь мы видим как господь благословляет вот наши ребята только что вернулись в благовестие ездили в поезде брали билет специально в один конец чтобы в дороге проповедовать а завтра поедут наши в район где уже договорились я смотрел последнее благовестие у вас я не знаю как звать этого мужчину но он такой крупный такой да Игорь 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 Добунов Игорь ну Володю я знаю оператора вашего я за него молюсь да отдельно и за Володю оператора спасибо Христос я за вас тоже молюсь вот я смотрел они как на вокзале да вот вы мне скажите Игнать если я вот такие визитки как у вас раздам и буду раздавать можно это иметь конечно можем вы этих людей направите к великому сокровищу они уже сами найдут но только надо если вы думаете издать я вам в mail.ru заходите я вам скину бланк а бланк да я скину его в образец а вы с него снимете прям сейчас сразу это сделаете ну все так и сделаем ну вот так ну а так слава Богу у вас у меня я купил толкование на деяния апостола и у меня там фотография прямо на весь это апостола Павла ну я смотрю на вас как один в один Игорь 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 да и вот как то я вот так смотрю и я говорю ну я не знаю это это мое личное мнение я вам скажу я говорю я на сегодня день самый счастливый человек я видел святого праведника нашего дней ну это я сказал у тебя глазок то где повернись на глазок на глазок вот так что у тебя видно было а то ты куда то уплываешь прямо в глазок смотри не поворачивай голову это мое личное ощущение а у вас друзей то нет которые хотели бы что то узнать больше а они есть но они такие очень они слабые такие я им говорю они говорят да ну ты что то ты нам такое рассказываешь ну начинают там мудрить там то что то так как то вот так понимаете они еще ну как бы ну у нас вообще в этом плане практически вообще ничего не работает община мертвая я сейчас чуть-чуть будоражить начинаю так вот слегонько ну а так все мне пробовали вообще на сердце ваше ложатся так что ну просто а вот самый последний вчера сергей выстоял ролик это посмотри там занятие и кроме того вот это подготовка к миссии вот посмотрите как меня володя тут застает я там в это время ужинал и потом я подробно рассказываю как работать когда миссионер идет с каким типом людей как беседовать маленький урок тут преподаю это очень хороший и третий том вы сказали там по марку да пособие марка открытым оком открытым оком это у меня все есть я каждый день захожу и все обследую и там где написано какие места описания считать считай по нашему трехтомику толкование блаженных эфилактов блаженных эфилактов есть толкование полностью все там в руках больше ничего нету больше а такого нет нормально маме всем поклон передавай спаси Христос и мы вам передаем спаси Христос мы вас помним и хорошо помним спаси Христос слава Христу да еще вас никто не задержал? нет слава Богу ну давай подставляй сейчас скачаем сразу то хорошо мы мы что-то нам что-то 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 Продолжение следует...